Ростов Купеческий, Ростов Торговый, Ростов Современный. Южный город и окружающий его регион как будто созданы для того, чтобы здесь рождались новые бизнес-идеи. Жизнь кипит, люди активно общаются и строят будущее. Мы покажем вам ростовскую бизнес-среду изнутри, как рождаются идеи, как растут проекты, какие проблемы возникают. И главное, выясним, как эффективно решать все эти вопросы вместе с самыми яркими представителями малого и среднего бизнеса Дона. Каждый год в регионе открываются новые небольшие компании. Существование в ситуации постоянной конкуренции – еще один вызов для начинающего предпринимателя. Единственный вариант – упирать на безукоризненное качество. Например, Фатима Разумная открыла в конце прошлого года кафе, где готовят изумительные осетинские пироги. В центре Ростова, где расположена пироговая, уже есть подобные заведения. Почти так же рассуждает и еще одна начинающая предпринимательница, Наталья Морозова. Ее бьюти-студия открылась нынешней весной. И, конечно, неподалеку достаточно салонов красоты, где предлагают услуги визажисты. На самом деле, я никогда не обращаю внимания на конкуренцию. Каждый профессионал своего дела, он должен зацикливаться только на себе и на той работе, которую он делает. Как правило, если я вижу, какие-то результаты у меня не получаются, понятное дело, я повышаю свои навыки. Это мое, это мое личное развитие. И я ни в коем случае не смотрю никогда на кого-то, кто-то делает лучше, а кто-то делает хуже. У меня таких стереотипов нет. И я считаю, что каждый клиент, который выбирает мастера, он определяет какие-то критерии, почему он идет. У меня большое количество клиентов, которые мною довольны и всегда ко мне приходят даже просто так. У нас бывают такие сборища визажистов, где мы все собираемся со всех вообще разных уголков страны. И там обучаемся вместе еще чему-то. Но нету такого прям конкуренции. Иногда конкурентов не получается не замечать. Например, владелец автосервиса Воксайи Владимир Петровский создал свое предприятие чуть больше года назад и уже понял, кто переманивает клиентов. Причем в первую очередь вредит это самим автовладельцам. У них очень дешево. Очень дешево. За счет чего? За счет того, что это нелегально. Огромное количество гаражных мастеров, которые работают нелегально, они не платят налогов, они не платят ни арендной платы, они не платят ни зарплаты никому. Они работают только на себя. Но зачастую эти мастера, они не представляют качественной услуги. Ввиду того, что многие просто не знают, как устроен там, допустим, двигатель. Они меняют масло, заливают масло. Какое масло налили, они даже понятия не имеют. И вот такие мастера, они приводят, делают конкуренцию, именно ценовую конкуренцию и оттягивают клиента. С нашей стороны, как мы предпринимаем? Мы не боремся с этими гаражными мастерами. Мы работаем с клиентом. Мы объясняем людям, как необходимо эксплуатировать автомобиль. Мы рассказываем, какие масла лучше использовать, в какое время лучше использовать, почему другие масла нельзя использовать и так далее. То есть полностью-полностью все рассказываем клиентам, для того, чтобы они были полностью осведомлены о необходимых работах, которые необходимо проводить с автомобилем. В любом деле главное заявить о себе, как о хорошем специалисте. Если у тебя нет клиентов, то у тебя и не будет клиентов, если ты не работаешь над ними. А если ты хороший мастер и у тебя очень все хорошо получается, то тут вообще не нужно заморачиваться о том, что нет клиентов. Что нужно делать, чтобы удержаться на плаву? Вовремя расширять ассортимент, производить качественные товары и услуги и стараться следить за изменениями в своей сфере. Секрет успеха прост. Дайте людям то, чего они хотят, и вы получите постоянных клиентов. Вот, допустим, с хинкали, как у нас получилось. Люди приходят, говорят, ой, здорово, там, пироги ваши, все. А вот, допустим, что-то хочется вареного теста, там, с мясом, а вот это вот. А у вас может быть такое? Почему нет? Если человек понимает, что такое кухня, что такое блюдо, что такое мясо, тесто, для нас это не составляет никакого труда, и мы решили ассортимент подрасширить. Поэтому вот, и это такая изюминка, это восточная, кавказская, это очень хорошо сочетается с этносом и осетинским, и в Ростове очень много национальностей живет всевозможных. Но мы ввели еще несколько блюд, рульку по-пражески, это то, что люди знают. Те, кто ездят в Европу, очень вкусно, очень интересно. Пытаемся, но большой ассортимент нет настроения делать, потому что, во-первых, у нас и пирогов очень много. У нас 15 начинок и 3 веса. Есть совсем маленькие на одного человека порционные, есть на двух человек, и есть большие килограммовые пироги. Поэтому получается, что 45 уже как бы пирогов у нас есть. Поэтому мясное, какое-то чисто мясное блюдо, там с квашеной капустой, как положено, вот рулька по-пражески. У нас мы ввели в ассортимент некоторые кавказские блюда, не исконно осетинские, не традиционно осетинские, но на Кавказе и в Осетии в том числе их очень любят. Это долма в виноградных листьях, в мясной фарш, это хенкали, у нас они все время есть, и домашние пельмени, которые мы сами здесь лепим. У нас именно фишка – это все из-под ножа, это очень всегда интересно. Я сама это люблю, и поэтому мне хочется кормить своих гостей тем, что люблю я. Довольный клиент, конечно, посоветует вас своим друзьям и знакомым. Самым эффективным, как оказалось, показало время – это сарафанное радио. Люди, которые получили услугу на нашем предприятии, они формируют очень хороший, положительный о нас отзыв и рассказывают своим соседям, друзьям, направляют к нам. Люди приезжают уже конкретно, даже иногда ищут, говорят, вот мне нужен именно конкретный механик, потому что там вот моему соседу очень понравилось, как он с ним отремонтировал автомобиль и так далее. Еще один важный тренд современного бизнеса – доставка. Сегодня актуально практически для любой сферы. Люди сейчас в офисах в основном очень заняты, с 8 до 6 цепнот. В основном у нас время, конечно, очень занятое с 10 утра и где-то до 2 до 3. Именно доставочное время очень сильное. Что касается заведений общепита, то в Ростове, несмотря на высокую конкуренцию, хорошие кафе и рестораны практически всегда оказываются востребованными. Это юг. Это юг, это много вкусов, много пряностей. У нас очень насыщенные пироги пряностями. У нас и грецкий орех, и армянский душистый перец, и всевозможные травы, и базилик там, и тархун. То есть кинза, конечно же, кинза. Это все очень востребовано на ворота Северного Кавказа, мы с тобой знаем, да? Это Ростов-на-Дону всегда был. И всегда здесь люди были очень благодарные и очень хорошо воспринимающие настоящую пищу. То есть это пища, которая и от души сделана, и из натуральных продуктов. Это всегда было востребовано и будет, я уверена. Несмотря на любовь ко всему Южному, нашим землякам интересен и Восток. По данным Торгово-промышленной палаты Ростовской области, все больше ростовчан пытаются и вполне успешно сотрудничать с Китаем. Интерес к Китаю разогрелся, условно говоря, лет 5-8 назад. И с тех пор спада интереса я не наблюдаю, особенно с российской стороны, к китайским компаниям, закупкам. Но у нас несколько сместился профиль, я бы сказал. Если раньше очень много было запросов именно на поиск и закупку товаров в Китае, сейчас очень многие спрашивают по поводу экспорта в Китай. Потому что довольно-таки выгодно получается импортировать в Китай различную нашу продукцию, в том числе пищевую, какую-то высокотехнологичную. Правда, знаний и опыта, которые ростовские бизнесмены приобрели на родине, часто оказывается недостаточно. В Поднебесной действуют свои негласные законы. Если их знать, можно избежать неприятных сюрпризов. Если мы говорим о выходе на китайский рынок, вот российская компания хочет продавать свою продукцию или услуги на китайском рынке, здесь самим выходить на этот рынок и продвигать продукт будет очень тяжело и затратно. В силу многих факторов, это и незнание культурного слоя и требований каких-то социальных моментов, это и высокая конкуренция среди китайских компаний, которые растут в этой среде, развиваются в этой среде и очень конкурентоспособны. То есть с китайскими компаниями на их же земле конкурировать крайне сложно. Обычная рекомендация будет найти хорошего партнера-дистрибьютора, которому сможете доверять, который возьмет на себя обязательства по дистрибуции и, собственно говоря, вот эту небольшую бизнес-войну на локальном рынке сможет взять на себя. Впервые, когда начинаете заниматься подбором какого-то партнера, китайского или поставщика, вам, разумеется, предложат очень выгодные условия. Но вот к этому надо быть готовым. Чтобы завлечь потенциального партнера-клиента, китайские компании, что называется, не моргнув глазом, предлагают вам отличные условия. То есть мы вам сделаем за неделю, сделаем по такой цене, уже все готово практически, товар на складе, мы готовы отправить. Вот давайте подписываем контракт, делайте предоплату, мы отправим. Как правило, к чему нужно быть готовым, потому что эта цена была сделана для того, чтобы начать с вами беседу, чтобы вы заинтересовались, сели за стол переговоров. А вот как только уже дело подходит к детальным обсуждениям поставки и каких-то контрактным вещам, где уже нужно подпись ставить физическую, здесь выясняются моменты, что да, товар есть, но, допустим, он не тот, который вы в каталоге увидели. Они готовы его поставить, но он другой. Личные визиты, им играют большое значение, общение непосредственно с владельцем фабрики, вот эти чаепития, какие-то походы совместные по ресторанам, они несколько сближают и позволяют в дальнейшем вести уже более такой компромиссный и открытый диалог. Для того, чтобы помочь ростовчанам в Китае, Торгово-промышленная палата области в ближайшее время планирует взять на себя проверку благонадежности китайских партнеров-россиян. Это поможет предпринимателям принимать правильные решения о сотрудничестве. Для по-настоящему увлеченных бизнесменов границ не существует. Работать можно в любом месте. Если, конечно, вопрос не касается места расположения офиса в городе. Вопрос аренды – дело еще более тонкое, чем Восток. Его мы обсудим в следующем выпуске программы «Бизнес-среда». Не пропустите! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова